Смотрите, ко мне приехало семейство. Готовят тут. Малыша развлекает моего. Мы очень есть его готовить. Да, Наталья, что вы делаете? Мы жарим супер сосисницы. Супер яичницу. Сосисница? Сосисница, да. Походу у вас там одни сосиски, да? Раз сосисница. Яич мало, 4 яича. Приходится готовить сосисницу. Круто. Чем больше колбасы и других ингредиентов, тем больше получится. Это уже наболтали что-то, да? Класс. Класс. Кстати, Наталья взяла костюм. Охренительно вообще. Я тоже себе хочу такое. Потому что вдруг кто-то из девочек захочет. Ты расскажешь нам что-нибудь, Настю? Как твои дела? Настя. Ты рада к Деньке в гости пришла? Да. Ну и что там нового у него расскажи? Чё он рассказывает? Чё он говорит? Ты его понимаешь, когда он говорит чё-нибудь? Не знаю. Попей водички. На, попей водички. Вот так вот ухаживает сестрёнка за братиком, да? Любишь братька? Вот. Вот так. Молодцы. Дружная семья. Мои зайчики. Зайчики. Пятидневная. Давай, покажи мастер-класс. Если делаем повыше хвостик, да? Нужно сделать чуть-чуть повыше. На ночь ты решил дедю сделать хвостик, да? Нет. Это очень просто. Это любое. Это вообще в садику. У нас только опыт один. В садику. Настя, она кайфует, по-моему, да? Она кайфует. Папа заплетает её, да? Настя? Ты рада? Папка заплетает тебе хвостик делать. Папа на опыте. За месяц научился. За месяц? За месяц научился. Мама работала, научилась. А до этого ты не делал? До этого очень редко это получается. Ой, красота какая, лепота. Ну-ка, покажи. Ну-ка, покажи. Что за девочка? Что за чудо? Мои лябаулы стоят. Это то, что я должна вам снимать. Тут фикс прайс, секонд хенд, фаберлик. Что ещё тут? Куда полезла? Это не для тебя там. Что? Только проснулась. Не снимать тебя? Сейчас это он красиво. Да. С ней, я им красиво. Ой, начинается, девочки. Вот сам красивый. Денька, а ну-ка скажи привет всем. Скажи всем привет. Привет. Увольте, как ты любит бабу. Скорей обнимали бабу. Увольте, любимая бабушка. Ой, ой, поцелуйки. Всё, пошли. Ты же целуешься. А Крис? И Крис, скажи, я и тебя поцелую сейчас. Вот, иди. Это любит девочек своих. Да? Скажи всем привет. Сейчас я нарисую Кристиничку. Да. 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 Вот они, девочки. Я их оставляю, короче, а сама побежала на Маник. Хотите знать, чем мы занимаемся в обычный день? Я вот помыла голову, смываю свой цвет сиреневый. Кристинка занимается, ей не важно, где заниматься, и вообще в каких условиях главное заниматься. Она, кстати, готовит для вас. Готовит, готовит, да? Как заниматься. Я тебя не узнала. А, она не знала, что я масочку надела, повернулась и офигела. А там кожа отходит от лица. Кристину не могу, нет, показать, потому что она в труселях занимается в одних. Так что вот так вот мы омолаживаемся. Сейчас посушу волосики и продолжим снимать видео для вас разные. У меня здесь потихоньку разбирается мой угол с пакетами. В одном пакете одно, в другом другое. Короче, 5 или 6 пакетов для каждого отдельное видео. Вот нужно потихоньку все снимать. Очень интересные, информативные и полезные видосы для вас. Еще интересные, позитивные. В общем, стараемся. Для этого нужно быть красивыми, без морщинок. А вот у меня новый маник. Вообще шикарный маникюр я делала в своей студии Велес. Мне так нравятся девочки, что они очень умеют грамотно подобрать, знаете, цвета. Бывает, я не могу определиться прям, да, что я хочу. А вот они сделали. Очень красиво. Я прям вообще кайфую. Прям почувствовали мое настроение внутреннее. Ладно, не буду вас долго пугать. Красотой своей. Вот. Пойдем. Приводите в порядок. Денька, Денька вон мультики смотрит. Как всегда. Уже что-то чешет глаза. Может спать хочет, не знаю. Хотя еще рано спать, рано. Ну что, мои крошечки. Сделала я себе тату. Вы уже наверняка видели это видео. Но вместе с радостью пришла к нам и небольшая печаль. Сынулия у меня температурит. Не понимаю, в чем дело. Девчонки кто-то писали, что вирус. Ну, прям вот температурит. То есть я смотрела он горяченький какой-то. К вечеру уже решила померить температуру. То есть я думала, жарко просто, да. И не стала мерить температуру. Как-то он и бегал, хорошо себя чувствовал. Никаких симптомов не было. Вечерком померила температуру. У него 38 там. Нет, 37 было с копейками. Но я дала на всякий случай. Потому что начал хандрить лекарство ему. И вот, короче, вот дала лекарство через 5-6 часов. Там же нужно давать повторное антитемпературное средство. И, в общем, через каждые 6 часов я вот даю. Вот ночью он просыпался. Я ему давала перед сном. Утром и вот сейчас днем. И он лег спать. То есть он пободрствовал. Часа 3, наверное, да? Или 2 с половиной. И опять лег спать. Вот сейчас спит сускак мой маленький. И он такой весь, знаете, прям на ручке днем. Вот такой тетя, ты все сидит, мой котеночек. Вот. И сегодня мы собираемся выходить. И из-за этого там девочки все никак не могу посылку отправить. То одно, то второе. И вот сегодня будем выходить в поликлинику. Думаю, сходить. Пусть посмотрят. Я делаю, в принципе, все, что и делали всегда мы. И ничего нового нам не прописывали. То есть я знаю, как лечить ребенка, да? Но на всякий случай, я думаю, надо сходить. Пусть лишний раз она скажет, что как бы все нормально, ничего серьезного. Мало ли что. Я переживаю. Все переживают. Все звонят, переживают. Вот. Мы с Кристиной вместе. Кристина тоже для вас видео делает. И сейчас я еще помонтирую видео. Малыш пока спит, он проснется. И мы поедем тогда в поликлинику. Я на фоне сухарики. Денька просто. Ручка, ручка. Угу. У него отключена мышка. И ему нельзя нажимать на кнопочки. И он как бы делает вид. Имитирует. Имитирует, да. Как бы. Залит пацан. Мне кажется, это он для нас типа имитирует. Но в этот момент, когда мы поверим, что он всего лишь... И там, и вот здесь нужно, да. Что там, Данечка, монтируешь видео, да? Кристюше помогаешь, да? Вот так вот. У мальчика сейчас температура 38. С лишним, чтобы понимать. Но он не спит, а работает. Когда не работает, видно? Видно малышику? Ну-ка, когда не работает. Вот так вот, да? Буквально чуть-чуть. Интересно, бомж. Что ты, Дэнь, там делаешь? Ну, номер теперь запиши. Дэнька, что-то вот тыкай. Смотри, как вообще, как будто знает, что делает, да? Стер, дописал. Сообщение, да? Что ты это не пишешь, интересно? Это что он делает? А, это он, главное, кому-то... Это кто-то, отправитель, да, непонятный? Это теперь сообщение пошло. Ну, отправляй, Дэнь. Ты видела, что-то... Нет, пальцами. Дэнь, отправляй. О, так держит, как аристократ. Как мамка. Мамка тоже пальчики поднимает. Дэнь, ну хватит уже печатать, ты отправляй. Отправляй. Нет. Само ошибка. Духа ты будешь печатать, да? Я видела, видела. Так-так, да? С мальчей палец ещё. Типа деньги, знаешь, мне? Да, смешно. Привет, мои хорошие. День Икс. Сегодня, кстати, необычный день, потому что я сегодня решила надеть юбочку. Но выхожу я из дома ненадолго, юбочка вот. Коротенькая юбочка, чёрненькая. Кофточка моя любимая. Я обожаю кофточки непрозрачные, под которые можно не одевать лиф. Просто надела, и всё. И то есть не видно, что ты без лифа. Но тебе так хорошо и классно. Сегодня Денечка болеет у нас какой-то, рейт или четвёртый день? Четвёртый уже, да? Четвёртый день. И мы начали ему вчера ночью уже давать антибиотики. Вчера я попросила маму остаться дома, потому что чувствовала, что она может помочь мне его быстрее на ноги поставить. Потому что даже когда я уезжала на время по делам, я прихожу, она уже его уксусом где-то обтёрла, потому что у него действительно высокая температура, и уже не справляются даже лекарства. У ребёнка поднимается жар. И я смотрю, он так хорошо с ней чувствует себя и кушает, а со мной не кушает. И как-то я говорю, давай ты останешься. И в итоге вечером мы принимаем решение, потому что он уже на ухо вот так показывает, прям показывает, и не плачет, но вот капризничает. Видно, что что-то беспокоит его. И уже такое вот, весь день вот так вот он примерно делал. И под вечер мама уже говорит, поехали, пока он себя хорошо чувствует, потому что она помнит, как она с нами мучилась, когда уши болели. Хотя я этого не помню. Она, кстати, меня спросила, говорит, ты помнишь, как уши стреляли? Много раз, да, у меня уши болели. В детстве болели уши мне. Я говорю, мам, я не помню. Я помню реально, у меня мозг, наверное, что-то вычеркивает плохое, потому я такой позитивный человек. Я помню только, когда она мне закапывала борным спиртом. Раньше все закапывали борным спиртом. И я помню, что мне это нравилось. И помню, что когда надо было переворачиваться, из ушка вытекало немного этого борного спирта, и он такой был теплый, горячий, и мне этот момент нравился. А вот как стреляла, вообще ничего не помню. А мама говорит, что она в детстве помнит, когда у нее болели уши, и как стреляли уши, и как это ужасно, уколы ей за уши делали в детстве. Короче, вообще рассказала мне страсти такие, которые я в своем детстве вообще не помню. Вот. И, конечно же, мама сразу вспоминая все это на своем опыте, говорит, поехали в дежурную. Позвонила в скорую, узнала, где у нас дежурный, лор детский, да, все. И мы поехали, ну, у нас здесь ЦГБ такая вот клиника, там детский лор круглосуточно. Такая хорошая врач, все нам очень подробно рассказала. Ну, мы часик выстояли буквально. Причем самое интересное, мы пришли, перед нами там 4 человека вообще там и куча взрослых, 4 ребенка и куча взрослых. Мы подумали, что там ой-ой-ой. Но посидели часик, и после нас никого не было. Странно, да? Надо было нам на час позже прийти, и мы были бы первые. Но не суть. Малой не капризничал, ничего, хотя у него температурка была. Сидел смирненько, хорошо. Зашли мы, посмотрела она в ушки, конечно, разнервничался жуть. Уши не дает, ничего сейчас не дает ни капать, ничего, раньше хоть нормально. А сейчас что-то ему, видимо, надоело уже все это, и он вообще к себе не подпускает, и прямо начинает брыкаться, то есть приходится применять силу. Ну, а что делать? Надо, чтобы здоровый был. В общем, зашли туда, и врач подробно объяснила, что у нас, что у здорового человека перепонка вогнутая, да? Вогнутая. Вот так вот. Вогнутая. Когда серьезный там отит уже, да, или гнойный уже такой, вот на нас уже, ну, как бы все, стадия там конечная уже готова прорваться. Да, уже вот-вот прорвется, она в обратную сторону выгнутая, да. А у нас сейчас, она говорит, пограничное состояние, у вас перепонка ровна. И то есть нужно что-то принимать, решение, да, антибиотики, как бы она говорит, я вам антибиотики могу назначить, потому что как будет завтра, неизвестно. То есть вам принимать решение. Я, конечно же, если человек, у ребенка уже три дня температура, и такого еще не было просто, она очень плохо сходит. Обычно у нас там один день, и на следующий день у нас же температуры нет. То есть, да, а тут что-то я смотрю, новая, температура не падает и не падает. И, конечно, я говорю, да, прописывайте антибиотики, я лучше вылечу, пусть ребенок не мучается, и тем более уши осложнения, это такое, что... Вот. Она прописала антибиотики сейчас, а Максикла, да, мы взяли. Они, кстати, суспензии, очень вкусненькие, вот. Ну, ему уже от всего тошнит уже, и суспензии, и сладенькой ему уже ничего не надо, оставьте его в покое, да. Ну, в общем, вечером мы уже приехали домой, дали ему лекарства, уши закапали, атипакс нам назначили. В общем, куча всего лекарств, вообще все дыхательные, пихательные, как говорится, но чувствует себя вроде лучше. Даня, скажи девочкам, как ты себя чувствуешь? Ну, так все, да? Ну, нормально, да? Ничего не болит пока? Скажи, бабушка, нам не даст слечь. Мы быстро с ней выздоровеем. В общем, придя домой, мы поняли, что мы приняли правильное решение, что поехали к врачу, что она все посмотрела, потому что, понимаете, да, вот мамы не было бы, я бы даже и не додумалась бы, лечила бы как-то это. Она взяла вот так нас в руки и пошли. Я вижу, что у него ухо, наверное. Да. Ну, оно как вот, он еще не капричит, но он показывал на него. Плакал, брался. Да, вот так. Какой цвет такой, я прям здесь вообще черный. Че, зай? Че, зай? Сейчас, короче, представляете, я потеряла карту свою Сбербанка. Сейчас иду быстренько, перекинуть деньги со счета на счет. Потеряла карту. Вот, кстати, на будущее кому-то, может быть, это будет полезно. Потеряла карту. Два дня не знала ничего, занималась онлайн, там, переводы делала через онлайн Сбербанк. А у меня две карты Сбербанка. Одна московская, одна ростовская. Ну, в онлайне они как бы все отражаются. И суть в чем? Что я когда поняла, что я потеряла и не могу найти, я ее взяла и заблокировала. А на ней у меня, ну, лежат расходные деньги, которые я покупаю, кушать там, то, сё. И представляете, я ее блокирую, захожу в онлайн, чтобы сделать перевод там, да, маме. И в итоге, я смотрю, ее нету, она не отображается. Я такая думаю, блин, а на московской карте ничего нет, там 300 рублей лежит. Я такая, блин, звоню в сервис, туда-сюда, они говорят, ну, раз вы заблокировали, значит, она онлайн не отражается. Я говорю, разблокируйте мне ее. Ее мне разблокируют. В итоге я не могу сделать, короче, перевод, чтобы перевести, но, короче, в общем, геморрой такой, что мне пришлось ее заблокировать и заморозились все деньги. И теперь мне, чтобы снять деньги, нужно пойти в Зверванг. Вообще. То есть сейчас мы без денег, они заморожены. Поэтому я быстренько иду, для того, чтобы хотя бы купить продукты. Сейчас быстро пойду, сниму деньги через кассу. Ну, и, естественно, на выпуск карты через 5 дней. Надо ждать. Поэтому я сейчас покидаю малышей. 5 рабочих дней, да. Покидаю малышей, сейчас и бегу в Сбербанк. Ты, маме, заряжаешься. Вот, все, пошла зарядка. Молодец. Молодец, да. Молодец. Все, вытащил и засунул. Умчик. Многие, кстати, спрашивали меня, Селя, почему ты не носишь свои новые очки? Не носила их, потому что не было подходящей одежды. Я одевала все светлое, такое голубенькое. Зачем, когда у меня есть классные полароиды, синие, голубые, яркие. Сейчас оделась во все черное, и прям вот мои новые очечки прям идеально сюда. Я сегодня кайфовала весь день. Да, девочки, я хочу вас предупредить на самом деле. Короче, мне не выдали деньги, представляете? По какой-то причине, блин, этот Сибербанк, по какой-то причине у меня написано, что карта заблокирована, потому что я стек срок ее. Но на самом деле она у меня еще до сентября 2018 года. То есть еще все лето, понимаете, да? Но почему-то написано было так, хотя и указано было, что она у меня утеряна. В итоге я прихожу в банк, чтобы снять хоть какие-то деньги. А мне говорят, нет, мы не можем вам выдать деньги. Вообще нормально? Вообще такое нормально? Я говорю, а как это? У меня заблокирована карта, я прихожу со своими паспортными данными, у вас мои деньги, и я хочу снять меня на пропитание денег. Нет. Говорит, ждите теперь вот такая вот система. Короче, я уже не раз сталкивалась с тем, что вот, знаете, в этих банках, во всех, какая-нибудь херня да происходит. И в итоге мне придется теперь ждать. Вывод один, что, девочки, прежде чем заблокировать свою карту, снимите с нее денег, а потом блокируйте. Как-нибудь снимите, я не знаю как, бегите сразу в банк, просите, чтобы сняли деньги вам сначала, а потом блокируйте ее, вот на будущее вам. Потому что я сейчас оказалась в такой ситуации, что денег нет, и я должна ждать, пока мне разблокируют мою карту. 4-5 рабочих дней. А у нас выходные сейчас на носу, короче, вообще. Ну ладно. Не, ну там есть кое-какие там деньги на пропитание, конечно, но могут понадобиться. В общем, вы поняли меня, да? Неприятный моментик. Все, я купила продуктов, сейчас поднимаюсь к малышу, к своему. Будем отдыхать. Бабуля нам что-нибудь приготовит. Вот. Пока что я с вами. Кстати, планирую, да, снять видео. Посмотрела видосы, прикольные, мне понравилось. И причем узнала об этих видео, потому что мои подписчики начали мне уже писать, девочки, и говорить, что сними видео, ну, типа, день, подписчики управляют моим днем. Вот, что типа такого. Я сейчас не поняла, как это не представила. Мне говорят, посмотри видосы делают такие. Я посмотрела, мне понравилась эта идея, мне было бы это интересно. Поэтому я обязательно сниму такое видео для вас. Возможно, оно уже будет раньше, чем выйдет это видео. А может, после этого видео. Не знаю. Но я сниму. Давно я не была в центре, тут, как всегда, невозможно припарковаться. Всем привет. Я приехала, кое-что, короче, задумала, приехала смотреть. Ну, еще там, в любимом кое-что делала. Заказ там один интересненький. Короче, еле-еле припарковала машину. Сейчас первым делом возьму сюда ладо и пойду по центру. Покажу, как у нас красиво в центре. Крошки. У нас очень красивый центр. Я сто лет здесь не была и получаю прям безумное удовольствие. Я сейчас выхожу на нашу самую главную улицу. Называется Симашка. Фу, Симашка. Пересечение Симашка просто. На меня девчонки так посмотрели, я аж засмущалась. ой, зеленый. Перебегаем. Иду снимаю на зебре. Так делать нельзя. У нас, Симашка, здесь много просто магазинов, которые мне нужны. Вот. администрация наша. Где? Вот она. Сзади не вижу. Очень много административных зданий. Короче, центр красивейший вообще. Люблю его и мне не удается, к сожалению, здесь часто быть, но здесь погулять одно удовольствие. Приезжайте к нам в Ростов, гуляйте у нас на Садовая Симашка. Все, пришли мы из поликлиники. Я говорила, что мы в поликлинику уходили? Что-то забыла, когда последний раз брала камеру в руки. Мы были в центре с вами. Я, в общем, там взяла все, что мне надо. Ну-ка, отдай. Вот все лекарства, блин, не положишь на секундочку. Пошли, короче, к Лору. Она посмотрела, сказала все продолжать, как нам прописали в ЦГБ в нашей в больнице той. И все. Потом перед отъездом прям за день поедем, она посмотрит нас и выпишет нам справку. Я надеюсь, нам билеты вернут в полную стоимость. Расскажу, кстати, заодно. Там есть, короче, билеты возвращать. Не знаю, говорила вам или нет. Я же хотела на самолете полететь, но знаю, что когда ушки, носик вот это все заложить может. И я вернула билеты. Нас сняли с рейса, но теперь вот возврат либо я буду делать, что заберут половину стоимости, там, 1400, полторы где-то. А покупила я его за 3500, 3600 где-то, да. Либо нам полную вернут, если мы предоставим справку, что я не просто так ухожу оттуда, что, ну, с рейса слезаю, а что это, по вынужденной ситуации. но она говорит, что они справки такие не дают какие-то там, но она скажет, что они там болели там. Но с насморком в самолет я бы не рискну, потом буду мучиться, чтобы стреляла у него там все. Короче, мы пришли, лечимся дальше, сказала, ушки почти зажили. Вот. Ну, все, лечим, супельки, все дела. Мамка борщ сварила, с нами сегодня была. Сейчас борща поем. И что еще? В кофточке, видите, помните, где брала? Классная такая, она мне так нравится. Там на фоне простынка Денькина сушится. Ладно, будем раздеваться, кушать и закапываться. Привет, мои крошки. Еду по делам. И сейчас вот смотрю на себя в зеркало. И, видите, я с сумкой поясной и и с рюкзаком. Но кто-то мне писал, что типа в модном приговоре говорили, что нельзя эти вещи сочетать. Это вот правило мы сочетать не сочетаем. Я считаю, что это очень удобно и мне очень в этом нравится. Прям выглядит как там-сям. Есть куда что положить, такая вся на свободе. Но удобство. Да. Сегодня, знаете, день какой-то такой не очень приятный на самом деле. Не знаю, ничего такого особенного не происходило, но неприятный. Какие-то моменты может небольшие. сейчас решила порадоваться. У меня когда что-то такое, мне хочется прям сладко. Вот смотрите, какое-то мороженое новое нашла. Оно внутри, я его открываю и оно в бакете. Выглядит оно очень красиво. Сейчас мы с вами попробуем, скажу впечатление свое. Вот. Как выглядит. Сейчас попробую. сверху тут один рот показываю. Воздушная кукуруза сверху, шоколад. В общем, внутри очень вкусно. Я не могу объяснить. Я набрала сейчас кучу продуктов. Хотите посмотреть, что я набрала? Я взяла Милка. Вообще неудобно есть и снимать. Давайте я перечислю. Я взяла свои любимые, прелюбимые сухарики. Потому что я без них жить не могу. Теперь я взяла три пачки. Брала по две, хватает на один-два дня. Взяла лимон, бананы, груши, молон. Вот такую штуку взяла. Не очень я ее люблю, честно говоря. Но иногда прям так тянет на жирненько. Хлеб, молоко. Буду видос снимать для вас в секс-прайсе. Ну и все. И рука отвалится сейчас. Все, пойдемте. Я сделала передышку. Перейдем дальше. О! Проказала вам то, что я купила, и сразу настроение поднялось. Слушайте, мороженое реально крутое. Там еще прослойки и кисленькое. Видите, такое оранжевенькое. Вот. Класс. Пацан меня вообще не замечает. Денька! Мама пришла! Мама пришла! Бабуля! Тихонечко так зашла. Денька, мамка пришла и не целуйся. Поцелуйся, покажи, как ты заскутился. Ты заморожен. На, отпущи. Не надо, у мороженого болеет. Мама болеет, сына болеет, все болеет. Короче, я вспомнила, что за вкус мороженого. Макарони, там же написано. Я думаю, что знакомое ощущение? У них же есть вот эта прослоечка, макароны или макарони, как они там называются. Хрен их пойми, не могу никак запомнить. У них есть прослоечка такая кисловатая. Да и в принципе там нарисовано на коробке вот эти макароны. Вкус прям очень похож. Вообще кайфучее мороженое. Если у вас будет возможность такое попробовать, попробуйте обязательно. Частенько меня спрашивают, или как ты укладываешь малого? Ну, я рассказывала уже. Вот кладу его рядышком. Вот так примерно мы засыпаем. Вот так ложимся, да? И вот так байки твают. Вот так. Мама спит уже. Еще разговариваешь там с кем? Там кого-то видишь? Сосыпаем мы сосочкой, да. Нам спокойнее сосочка. Особенно, когда мы болеем, да? Ну, все равно. Мы уже большие. Они такие уж мои большие, да? Кота смотрит на красную точку. Мама замучила меня уже. Все, говорит, скажи, я ем всякую гадость. Что это у меня? Короче, так вот мы и спим. Доброе утро. А так мы просыпаемся. Мама бы еще спала и спала, то бишь я. А Денька уже хочет есть, играть, смотреть мультики. И он меня будит. Причем так, незамысловато. Он начинает лезть туда, куда нельзя. И его не остановить. Мне приходится вставать, чтобы следить за ним. Мультики смотрят. Мультики смотрят. А я хочу спать. Дай пацану. Дай лодку пацану. Все? Поехали? Скажи привет всем. Доброе утро. Сейчас будем еще валяться, продолжать. Уложила малого сейчас. И вышла на балкон. Включила свет, чтобы вы меня видели. Потому что так меня было не видно. Но я второй раз уже замечаю, выходя на балкон, сейчас лето. Прям пахнет доном. Рекой нашей. Это так круто, так приятно. У меня столько воспоминаний сразу с доном. С детства. Так клево. Было бы интересно вообще побывать в тех местах, где я была маленькая, где мы с папой рыбу ловили. Вот этот аромат весь мне навевает все это. У нас там был пляж наконечный, где мы купались. Ходили по этой железной дороге малые. Но я боюсь, что сейчас даже я просто побоюсь спускаться туда. Мы там все время через кушери какие-то спускались. Малые, вообще ничего не боялись. Я сейчас в шоке вообще. Я сейчас взрослый человек, туда боюсь спуститься. Страшно. Секья, авралы, кушери, камыши. Мое детство у меня было прекрасное. На самом деле. У меня было замечательное детство. А ну знаете, не было у меня такое... Ну то есть я была не зажратым ребенком. Далеко не зажратым. Ну мы жили в то время, что мало кто был зажрат тогда, особенно в нашем районе, в наших местах. Мы были уличные дети. И все мое детство, оно прошло на улице, можно так сказать. И была некая свобода. Ну не полностью, конечно, там мы маленькие, зависели от родителей, конечно, но маме большое спасибо, что она нам почувствовала, когда может дать свободу. И она ее дала. И это вообще... Это кайф. Сейчас, конечно, я выросла и знаю жизнь такую. Ну я не смотрю на мир через розовые очки, прям конкретно, да. То есть я реально понимаю, что может ждать маленьких детей, людей, с чем они могут столкнуться в жизни. От этого становится страшно, хочется их уберечь. Но тем не менее, как-то мы выросли, ничего не боялись. Удивительно вообще. Тут очень пахнет. Мне хочется тут стоять, стоять. Почему моя Кристинка уехала сегодня? Сейчас бы мы с ней стояли бы. и нюхали дон. Вид красиво такое у меня здесь. Далеко что-то видно, интересно что там. Вечер воспоминаний. Вообще, вы знаете, что запахи – это одно из самых сильных, на что можно привязать даже отношения. вот туалетная вода или парфюм какой-то, если вы пользуетесь его отношением, и там долгое время, да, слышали этот аромат, а потом через какое-то время расстались там с молодым человеком, где-то вы его услышите, через года, десятилетия сразу все просто вспыхнет. Все вспыхнет, как оно было. У меня с ароматами очень много всего связано. Ну, то есть каждый аромат, какой-то парфюм, какой-то период в моей жизни. Ладно, мои хорошие, чего я хотела бы прощаться, на самом деле, влог уже закончить, потому что остались считанные часы, можно сказать, и я отправляюсь к любимому с Денечкой, так как самолетом после болезни я не рискнула полететь. Я взяла поезд, а билет, надеюсь, нам вернут в полном размере. Кину справку, посмотрим, расскажу потом, если не забуду, как все произошло. Частично нам выплатили или полностью. И... Ну и все. И уже будет влог, как мы там в поезде. В общем, как мы там в поездочке, в общем. В Москве хочется задержаться. Все, мои хорошие, я вас люблю, целую. Пусть у вас все будет хорошо. Я вас очень люблю. Прощаюсь до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok